и всем привет с вами the station boost и наш black crusade крестовый поход да сегодня мы опять как крестово походимся и сегодня играет гворн греции а именно космодесантник тюрьмянской броне который является еще и варп смитом на секундочку и шестереночка и вур в виде креветочки да ну а вот от нас естественно наш дорогой друг макс макс рассказывает что у нас сегодня будет ждать как наши зрители помнят а вы не знаете но мы не знаем да во всех ну что почему персонаж дани дартак чоузен блат отдал голову к хорну полосе отдался работать короче и за милость наших зрителей труп дартака стал вратами для демон принц который воплотился в его теле и он взял черный крестовый поход ваш под свое крыло прикольно да а то что непонятно было кто какой бродили да из угла в угол и он дала задание альбусу и сайлусу отправиться на сал разведать обстановку и подготовить плацдарм для вторжения а вам двоим он дал задание отправиться на выработки и договориться с мага сами так на поставку техники имя техники там танки дефайлер ну понятки и звезды скверни маны дима на всякий ага да да можно даже не дима на джон про я венджу образы как таковые ну и соответственно снабжение топлива до припасы так также у вас есть договоренность с морозными сынами ксурун там которых возглавляет кул морозный отец который отрубил дартапу голову но ему так понравилась эта дуэль что он решил присоединиться к вашему походу и все 250 тысяч отбитых берсерков корна такие а мы с вами а мы с присоединился капитул титанов нурглитских вархаундов 5 штук полу манипула или как она называется а мы тут зачем и один из высших демонов нургла которого все знают как мерзейший предоставил вам на один рейд корабль линкор глориана какой-то один всего на один рейд но знаете понятие рейд очень растяженную году говорить это этот линкор не физически это воплощение самого демона не выбирая из себя создал линкор глориан на секунду я это из планеты это типа не просто линкор глорианом этаж хорошо мне вопрос мы тут нахер уже ваша задача отправиться на выработки и заручиться поддержкой механикус мехов потому что ксал который стал целью вашего крестового похода на минуточку это столица вопящего вихря и защищена она дай боже дай боже да и 4 боже ну так то да окей окей так и как называются выработки куда мы летим они называются выработки а просто просто не планет это планетка это не даже не планета это огрызок планету ну и выработали немножечко это именно так до того как полетим хотелось бы это не множить немножечко про этого генерал фабрикатор то узнать он как числа на нечиславный что что с ними как можно и даже какую-то информацию по ним получили потому что мы можем знать про него на каких его шестерезных чувствах можно сыграть про фабрикатора вы не знаете ничего вы с ним не виделись ни разу сколько раз вы не были на выработках вы общались грубо говоря с младшим менеджером с одним из магасов который собственно и заключал с вами все сделки контракты и поставки так ладно снабжение вот к сало она откуда ведет ну смысле вот и их технологическую часть обеспечивает как тоже выработки или к сал это планета техноколдунов она сама себя обеспечивает все отлично и есть подходе к нибудь можем уже контакт пообещать я тоже так подумал про госконтракт знаешь и там тендер объявим нормально такой знаешь как обычно что с тремя участников все три участника на по одному адреса либо по одному адрес либо просто сделаем тендер под них только они могут где-то другая фракция существует в опящем бифе где-нибудь есть это градация между собой как нейтралитет холодный нейтралитет и там и пою люди холодный нейтралитет привет привет так маки мы как туда отправлять знаком кораблики это вы мне скажите на таком корабле сколько было раскрыть что там с кораблями у нас я слишком долго сидел своей кузне что у нас папа машинкам вы сейчас находитесь на спутнике газового гиганта где расположена крепость неприятные места конечно неприятные один из эсминцев забрали альбус и сайлос у вас сейчас на орбите висит боевая баржа и торговый рейдер не дадут зачем нам боевая баржи тем более мы не воевать летим на торговом рейдере можем залететь торговый рейдер класса опустошения старый добрый старый добрый где-то тут бумажки это же тот самый да 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 слепой скитарец он сам но назвать мы дом ну ладно хорошо ну тогда берем этот корабль под свой муж так сказать мы же знаем куда ли не то они успели на нем ничего настроить там тип у них муж какую-то качалку или ты на этом на боевой баржа торговый рейдер вы использовали в качестве загона для рабов надо тогда работу сейчас там нет смотри-ка загона пусты можем ехать ну что набираем команду куту чтобы она могла управляться собственно с рейдером немножко ну абордаж ников на всякий так же бывает особо данная сопротивление ждем нас на выработках как-никак друзья ну у нас связи с выработками и ну да но в любом случае как бы защита должна быть какая-то но это понятно мы все-таки лопящие их не дружественной скрым так атмосфера единственно что у вас нет ни навигатора не ревен мастера который мог управлять кораблем а как лететь как здесь такая баржа боевая нам в ближайшее время не пригодится никому что говорим но других вариантов нету рядом с вашей планетой висят корабли ксурунитов это которые берсерки корма они на своих кораблях прилетели а у них есть наверху неизвестно ну слушай лучше раз с не можем да я бы с кем-то ну давайте но вы знаете что их глава это морозный отец кул отец кул надо это короче им скажем что помнишь мы первый же раз когда на выработке попали на помню на нас экспериментировали этими а точно ладно пардон не будет короче я хочу с ним связаться сатунку ну точнее вообще просто с флотом флот берсерков это говорит горн грецей приветствую кузнец здравствуйте вопрос у меня к вам есть можно ли у вас один кораблик позаимствовать слетать по одному делу нам навигатор требуется у нас как-то не не завалялось лишнего эти вопросы решает кул можно при перевести на него ожидать морозный отец примет у вас прекрасно вылетаем да у нас у вас есть шаттл да ну на шаттл летим ну чё эти экипируемся всегда в нем это я тоже всегда в экзоскелете ходит он есть чудом не ходить в урок за скелет 5 метровый как многоножка размер 8 я не знаю что это значит но это очень большой а то есть я вот так как я почти кул только меньше пройдемте дред молот это седьмой размер а куда это вот так то говорит все так мы знаем как зовут этого генерал-фабрикатора выработать с кем мы там разговаривать с младшим магас он представился циферно-буквенном а ладно у меня где-то он есть там x7 до 3 2 хорошо тогда ну я также перейдусь полностью уже поход то есть все свое вооружение все беру ну естественно броню чтоб не без нее вики давали на шаттл садимся там шаттл 201 арбуз наш обычный арбуз на классический в уже в аквилу не очень влезает грузовой газелька и погнали до акула когда вы поднимаетесь на борт арбузом пройдите восприятие с минус 20 восприятие нас что аварнас бдитель сейчас секунду она удела минус 20 это у нас по перце у космодесантников будет плюс 20 за то что плюс 10 за космодесантника и плюс 10 прошел один у меня за эти тентакли то мои оптические чуть плюс 10 тогда прошел что-то происходит и мир когда вы поднимаетесь на борт арбуза вы замечаете что на рамках посадочные следы траков домашние животные которые никто не видит не знаю демонической шасси химер на хрена нам химера она своей жизни живет она демоническое ей никто не управляет по сути химера дружок ну ладно у нас тут кучу чисто промеете она составит на проблема неизвестно пока что не доставляла никому знаете не доходили же новостью что по нижним палубам давят знаешь господин техножрец кто-то мне в ботинки масла вы слишком часто говорите я не знаю ну ладно ну химера так химера вообще-то бульдозер это на основе химера на базе на шасси химера прекрасно у нас есть домашний бульдозер химера с отвалом но без башника так молочко для варф смита варф молочко и монетку надоил недавно ну что закрываем рамку до полетели чу химерами химеры муж ей понравится муж в окно выставить такая арбуз отрывается от поверхности посадочной площадки и вылетает на орбиту сервитур который находится в роли пилота получают телеметрию для посадки на необходимый корабль или спустя несколько минут приземляется на посадочной палубе уже корабля выйдя из арбуза вы видите что весь экипаж и замотан в шкуры это такие варвары вот как наша но морская сфб вот эти выглядят точно также господи к чему вся эта жестокость по защищенному каналу говорю тоже что единство что их выделяют среди обычных смертных коими они являются это их рост они не сильно уступают космодесантникам неплохо и вообще в комплекте это такие я не особо на наши малыши крепыши не особо на них смотрю ну это инструмент для нашей войны поэтому молодцы из них видно кого-нибудь главного как только вы выходите один из них подходит к вам идите за мной проведу вас прекрасно виде нас пока вы идете по палубам корабля вы видите здесь гончие хаоса бегают неплохо некоторые из ксурунит of просто-то наших треплют за ухо за клыки там до которого мы просто играют собачкой я смотрю так думаю ни хрена себе себе на короткой ноге видать даже у кровавого бога но это неплохо знаешь ли для нашего то дело намечающихся плохо и я такой ему не могут говорю который домашние животные ваши это понимаю это дары кровавого бога это его слуги которые помогают нам собирать урожай голов неплохо неплохо я смотрю вы даже их с ними играете они отрубают не отрывает она вам руки случайно но если ты не можешь спасти свои руки от пасти гонщики тебе нечего делая этом корабли а естественно гордок по это конечно прекрасно прекрасно мне нравится ну что и не сопровождающий ведет вас по коридорам и в какой-то момент вы попадаете довольно крупный зал так но это не прям какие в наших хоромы типа просто зал больше да здесь стоят столы все сидят эти варвары пьют едят и в конце стоит такой трон из костей вы замечаете что в троне нет ни одного черепа это только кости без голов и на троне сидит старик который лишь на пол головы ниже тебя горл он прям огромный но я включаю вокс погромче я приветствую вас отец колл добро пожаловать союзники спаси какой целью вы посетили меня отец колл есть у нас к вам просьба просто ку прекрасно есть просьба у нас к вам кул требуется нам слетать в одно место так сказать заручиться поддержкой еще некоторых союзников и нашего веселого похода так вот у вас то есть корабли с навигаторами а у нас к сожалению лишнего не завалялось навигатор на хотели бы у вас взять в лизинг в аренду так сказать арендовать один кораблик слетать на выработке не наручу я по защищенному а может попросим просто навигатор но если не нужен можно без корабля то можно навигатора у нас нет навигаторов а как вы летаете эти секреты я не готов вам ну это ладно понимаю понимаю да но вы хотите чтобы мы доставили вас на выработке но было бы неплохо было бы очень даже неплохо поскольку но за тебе нам бизнес мы не умеем без навигатора к сожалению никакой если доставите нас было бы очень даже хорошо обратно вас надо вернуть желательно что ж я могу выделить вам корабль что нам это будет стоить это ведь услуга это услуга вы можете сейчас кинуть темную славу если пройдете это ничего не будет стоить у меня хорошая темная слава и я прошел на 4 успеха просто а я собственно ну и поэтому я говорю с вами что ж оказать такую услугу варп кузнецу может быть полезно для будущего сотрудничества это конечно но речь идет только о доставке вас туда и возвращение обратно конечно только об этом ничего другого мы и не просим это мирный визит должен быть что ж перелет займет всего лишь день каюту я вам выделять не буду она нам и не нужна денек то еще постоим можете подождать в грузовом отсеке благодарю вас было приятно пообщаться и и мне и ну и голос довольно низкий хриплый просто у меня ну тогда мы покидаем его я не не обращаю его внимание на то что чё у тебя без в голову как бы трон да ты можешь кинуть знание варпа если есть или на монологии у меня культизм есть давай тогда с минус 10 хорошо это у меня по инту нет ну да правда провал ты не понимаешь но это их обычная я все-таки извините немного другим занят по жизни своей опускаемся вниз вы спускаетесь и просто к своему оружию палубу и вы чувствуете как корабль начинать немножко вибрировать заработали двигателем интересно как они все-таки путешествую я целом хочу смотреть корабль на в каком состоянии то есть там как везде кровь и кишки или он наоборот чистый он не сказать что чистый но не но не залит крови то есть там как как например был на ржавом копье демонические части просто тупо какой-нибудь нет такого нет нет тут демонического присутствия вообще никак вообще с технической точки зрения то есть он типа он потрёпан он просто потрёпан но тип нормально там видно прям швы такие сварочные где-то заплатки есть корабль поучаствовал в куча как бы заварушек но это неудивительно неудивительно друг мы у вас такое впечатление о корабле остается что это был корабль просто потрёпан каждый первый корабль был ну так когда это еще и хорни ты так что удивительно как у как они вообще у полос не разолбали вы спускаетесь за вы палубы и когда корабль уже готовится к переходу в вар так тяните еще раз восприятие уже без минус на прошел я ровно в ровно прошел 41 чисто 8 хорошо вам начинает казаться тебе гор что-то слышишь звуки работающего двигателя не корабельного просто двигатель ну ты узнаешь звук химера двигатель химера так а ты же в в этом тусклом освещение корабельном сейчас он перед переходом вар вообще там только аварийная работает тебе показалось что ты видишь как проезжает химера но это все в трюме да да но когда ты делаешь шаковую сторону ты удаляешься лбу мастера оба на надо проверить сенсоры в оптические что-то с не кажется или я слышу звук химеры значит это не мои сенсор с боят понятно я ее даже ведь она что сбежала с арбуза она сама по себе относится но ты грубо говоря увидел коридор такой где она сделал шаг этом стена почему ты идешь в стену я логи на всякий случай проверил нет ли там скраб-колы чуть такого странно здесь оптический сенсор показывали только что здесь коридор по которой химер может проект странно страна там стена странно я я слышал знаешь звук вот это вот двадцать цилиндрового то вяжу там цилиндров цилиндров образный тут скорее всего многотопливный да там дизель какой-то дизеляки то вышли было ну может быть понесу интересно интересно ну что временно надо скоротать пойдем поймаем тут стена на листе это что то есть может быть есть дверь около стены из-за того что ты в терминаторском доспехе в терминаторском шлеме по умолчанию есть auspex но я понимаю ты можешь сейчас пройти тех юз чтобы попытаться настроить сканирование на ну типа просветку ну и манировки так а я могу только сделать тоже у тебя нет так почему нас по тех юзу тех юз у нас от интеллекта опять успехов подожди сейчас сейчас настроюсь ты получаешь план корабля и выбор и на этом плане ты видишь что здесь стена то есть это переборка прям то есть тут нет никаких коридоров это грузовой трюм тут как бы за стенами уже космос по сути а такая стена не переборка странно на сверху на этот план который ты получил ну как будто знаешь так эхом накладывается другой который отличается очень сильно того что ты видишь вокруг себя и вот на этом новом плане коридор есть знаешь вур есть у меня предположение что мы скажем так в нескольких планах находимся я тебе поясню мой auspex ну передаю ему просто информацию с auspex это он может видишь план это вот план этого корабля то что мы видим а вот это второй план который мы не видим но твои сенсоры по всему по всей видимости засекли его частично как и мой auspex как ты думаешь сложив эти планы еще какие-то коридоры кроме этого скрыть и посмежные смежные коридоры есть это вход вообще в этот грузовой трюм ну и некоторые коридоры нет нету совпадают но каждый новый план корабля показывает что этот корабль гораздо больше и смотри тогда труба сейчас находитесь на кормить ну а это новую плану это не линкор это крейсер смотри я хочу вот эта стена который перед нами стоит по второму плану который из кнопки по искажающийся где дверь прям перед тобой прям перед ну то даже не дверь здесь просто проход проход хорошо я просто стараюсь рукой прощупать его стальная переборка стальная переборка с точки зрения там оккультизм и всех моих знаний допустим по демонологии либо да так какие у тебя знания есть демонология технолинго но это понятно оккультизм так механикус долгая война не думаю что поможет у меня есть имперский флот война механикус техника археотех варп последний что варп варп хорошо варп подойдет у меня варпа нету я только демонология и оккультизм смотрите вы можете один другому помочь сделать бросок ну вуру это будет проверка варпа с плюс 20 за оккультизм демонологию гворна у горна это будет оккультизм с плюс 20 до знания варпа отвора давай ты подумаешь по интеллекту это все прикинуть интеллекта выше на нашей тени ладно давай я в руку ну давай я попробую прикинуть 20 нормально вам до успеха 2 успеха еле-еле прошел с плюс плюс 20 только что ты можешь узнать на 2 успеха я не знаю но я еще думаю что чтобы не выдать тебе слишком мало или слишком много и ты понимаешь что этот корабль он частично находится в варпе и та часть которая находится в арке она гораздо больше чем тот корабль который есть материально в материальном пространстве и к вопросу о том как корабли ксурунитов без навигаторов перемещаются в арке тихо подбирает варп корабль внутри ты понимаешь что это как-то связано одно с другим знаешь если мне мыслишки а мы еще в реальном пространстве мы еще не успели быть его вы сейчас подходите только к точкам и ловили начинаем тогда возможно стоит дождаться когда мы варп прыгну есть такая у меня тоже идея потому сейчас они скорее всего просто готовятся к этому поэтому немножечко пробивается тот варп корабль интересный способ конечно путешествие интересный надо будет взять на заметку подлодка подвор подводка но кстати ты правильно заметил я именно эту систему брал но придумывая был такой мультирует анимешка старая космический линкор ямато и там была пространственная подлодка прикольно ну что ж тогда ждем прыжка тоже так как ты говоришь что это демонический химер я думаю она может и там и там перемещаться мы-то не можно сейчас тут вообще как дома мне кажется на 100 машет и бегает тут везде ну скорее всего скорее всего на успех я не вижу нет у тебя успех именно на планировку что-то надо перенастраивать полная новую информацию пространство просканировать можно на тоже там на момент каких искажений аномалии может мало ли может мы не в этом не в трюме часа какой-нибудь у нас есть все таки пультик куда можно это дендриты запихнуть смотри что происходит только в грузовом отсеке но тут есть кандитатор но вряд ли ты сможешь на нем найти какие-то искажения и аномалия не но я и хотел сказать что типа может быть это в маленьком корабле это помещение трюм в большом корабле это какой-нибудь там я не знаю более же не должны это также трюм только большим они нет то что гварн тебе переслал новый план это на большом корабле просто четыре трюма это один из них ну тогда давай папа 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 же у меня есть перенастроить ауспекс давай-ка я попробую маркать их юзу другие любая перенастройка успех с этих news тех юз он мне тут дает хотя бы что-то механ дендрит не дает не по-моему эту нет это ты именно внутри шлема у меня настройку делаешь ну окей так а это нет нет сколько провал ты кинда стал тебе надо меньше 50 нет сейчас сломался ауспекс можно рерол может но если у тебя есть 40 темных слов да ну 6 ты просто не перенастроил ауспекс не получил помехи одни помехи знаешь а чё я хотел как бы вот тремянского доспеха серого рыцаря так это все-таки гитатору подойду и попробую посмотреть открыть информацию о корабле что за корабль какого класса типа мало ли может он нам выдастся это крейсер такой-то такой не коровит в кегитаторе вообще нет информации корабля вообще ничего там грузовая декларация пища пища вода рециркулированный воздух такого такого приняли армус такую вылезли два это мудака нет вот это понимаешь что тут как бы все потёрли лови стерты так подозреваем да мы здесь оттертым ладно тогда дождемся до перевода давай спустя какое-то время свет начинает моргать становится все темнее и темнее я это активирую свой оптический механом дышим и все фиксируем и потому что интерес потом на этом намедленные переводки смотреть это делал хорошо включаю фонарик пройдите силу воли тогда силовой у вас был power я скорее всего не пойду а у меня плюс 10 12 они прошел до успех у меня получается 10 тоже до успеха давным корабль ныряет во врата аварпом вы видите как реальность начинает изгибаться и течь и вот это вот стальная переборка которую только что разглядывали она как будто наш так проваливается внутрь и там коридор и оттуда пахнет жженом промете смотри-ка наш теория была верна но механический товарищ посмотрим что там происходит да конечно посмотрим нам нужно химеру то обратно загнать я не думаю что они не подружатся с ней и будет какое-то время весело ну какой право с ней черепов не собрать надо вот пойдем мне кажется немного расстроиться непонятно что там за демон сидит еще вот именно ну да идем тогда по следам это жженого промете киньте трекинг это что такое а ну да я понял у меня его нету поэтому это с минус 20 во всем и прошел десятка нет я не прошел от получать три успеха я как железного человека типа так не видно гусениц но не таки у меня на экране а все идем туда твой газоанализатор в шлеме показывает откуда идем источник запаха и и адаш подсвечивается красным ведьмач еще остальное черно-бел вы идете по грузовым отсекам здесь лежат ящики с мясом вяленым соль вода то есть простейшая вообще еще такая знаешь о чем я подумал нам бы за день надо бы управиться по хорошему знаешь почему тоже когда они выйдут в реальность по ходу мы да не выйдем еще непонятно как будет работать не в систему но мне кажется там самое лучшее что может случиться мы просто будем заперты какое-то время самое худшее что может случиться и все это упор поглотит вот именно не хотелось бы не хотелось поэтому да идем ищем вы какое-то время бродите по ангарам и вы даже замечаете местами следы от траков посмотри тут прибегала но в основном это в момент где она нас поворачивала многих потертый металл в какой момент вы понимаете что траки уходят в стену просто уходит в стену дорогой друг откройте пожалуйста план на плане истина на новом плане тут стены нет а на старом плане тут вообще нет короля на старом плане тут вообще нет корабля вы сейчас по сути я трогаю стену в трехстах метрах за поверхностью от от обшивки корабля трогаю стену глухая металлическая прям джин джин до обход есть нет это прям вот это типа аукей и куда она делась очень странно очень странно так а вокруг там что ну вообще угла просто металлические стены там какие-то коробки датки понял здесь довольно просторно поскольку здесь только продукты питания не таки наш по краям на стеллажах стоят и идут большие пор портыки проходу по силу уехала скажем так тут нету такого чтобы как будто бы до стена новая нет смотри на на плане тут стены нет а я прямо но на этом же плане за этой стеной космос то есть там пустота сейчас у меня наверное взгляд был типа чё так окей интересно интересно то есть что схеме зачем она полетел в космос хорошего она сейчас в варп полетел мы мужик раз не тогда возможно машина вернулась домой своим своей маме химере теперь там маленький химеря то резвятся интересно интересно да в рубу еще раз а успех сам просканировать может типа это просто старый план которую не сканировал сам типа пустота сканированный давай это будет авармаз аварность прошу но аспекса даст плюс 20 хорошо да рон что именно ты искал смотри я хочу успех сам еще раз закинуть то есть типа лениров еще раз планировку чтобы поэтому что тот план скрыток он был один раз таки вот типа сохранен все может он меняется нет план остался прежним здесь также на плане нет стены и на этом же плане на этом стены там где нет стены там при этом еще и пустота да то есть но на плане ты понимаешь что это было пробоина в корпусе пробоина заделали интересно ну и как бы посмотрев на эту стену ты понимаешь что она заделана уже давным давно ну смотри как я подозреваю что изначально у корабля здесь была пробоина я уже заделывали позже но для моего успеха она скажем так считается как будто точнее считается что я как бы нет а как бы есть как суслики у меня такой интерес вот я использую знания имперского флота механикус и техники могу понять нас поле гейлера гейлера включен или вы не включен вы можете понять это и так ну как корабль не затапливает варпом ну есть нужно что-то демоническое быть ну это что-то варпов варповская в барсмитская настолько что даже я не могу понять ну тебе не хватит как нужно знание мне просто не хватает знаешь да просто пройдемся по этому кораблю до хотим просто пора просмотрим типа что я хочу мы пока по трем уходим наш план всего корабля получается нет не все только трем у тебя ауспекс он не проводил на насколько он пробивает ну дальше треть ну хорошо давай выйдем из трюма да просто прогуляемся ну по трему походим просто осматривая все как это более-менее работает и плюс поднимемся чуть повыше на полу у вас никто здесь не запирал да вы можете спокойно ходить по кораблю вы понимаете что вот эти вот мужчины мужички в шкурах находясь в варпе выглядят куда как более страшно у многих из них рога крылья копыта это уже не совсем люди это что вроде не что не одержимы ты можешь пройти оккультизм кстати знание нет это именно оккультизм я скажу насколько на 2 успеха 2 успеха ты не можешь сказать конкретно что с ними происходит но с обарпом они связаны сильно но это какая-то из форм одержимости ты не знаешь какая именно но как бы понятно все все атрибуты на лицо ну что могу тебе сказать частично они одержимы как именно непонятно конечно можно было бы их препарировать но давай не будем согласен не очень будут рады этому хотя кровь будет лица в любом случае но не суть не сейчас потом как-нибудь узнаем хотя очень очень интересно знаешь ли очень разобраться в этом хорошие бойцы нам достались хочу сказать ладно пройдемся дальше интересует их корабли очень корабли да интересны удачные механизмы были придуманы да нет на самом деле корабль на котором сейчас находитесь это варп молочков абсолютно стандартный типовой имперский крейсер мне мне больше не сам корабль и механизм него под под варпового хождения интересен но ты можешь пройти проверку варпов минус 20 до попытаться понять на оккультизмом я могу помогать плюс 10 можно дать ну то есть минус 10 тогда прошел прошел это получается три успеха три успеха три успеха это уже побольше чем 2 когда только на 1 больше сердовый математик высоко так образованы поскольку ты не если покутишь не может по пути дальше он попали угрозы поведение артефакта но государство люди и выгодные данные и особенности она очень много спирта называть скольких в swordsman как и в сфере просьбу на массу датушу и вернуться об этом не выгоден и тыauer ты не знаешь какой а такое можно попробовать повторить то есть у тебя нет четкого плана но ты так приблизительным механизм работы этого всего понимаешь наши в дороге к блоге короче на объясняю что можно так сделать это понял объясняли законного правила буравчика как корабль в арке прятать только это да это что это в первый курс природа до работы данного корабля все-таки лежит не с точки зрения не мне технически технической до него не в области техники больше в области оккультизма и варпологии если так можно сказать ну понятно варп артефакты которые позволяют что делать и как какой-то варпомат ритуал ритуал был проведен интересно конечно но мы немного другой ситуации я бы конечно попробовал забрать этот артефакт но они наши союзники они просто напомогают у нас как получается на же никто не нигде не запирал а когда мы мимо культиста проходили на нас покойно смотрели там не абсолютно спокойно можно будет просто пошарахаться по кораблю попробовать найти да я только не под замком скорее всего под замком у вас не пустят на мостик понятно в инженариум ну просто гатора знаешь я хочу типа также просто проходить и потихоньку сканировать а успеха мы просто запоминать эту детализацию корабля слушай на самом деле когда ты просканировал часть какую-то часть у тебя в базах данных доспехов уже нашелся план крейсер это типовой имперский крейсер хорошо тогда я хочу посмотреть по логом ну не по логом а получается по паттерну самые защищенные части кораблей да то есть понятно что это инженариум отчасти это или навигатора шпиль навигатора это хор остропатов и это мостик мостик я знаю что могу предположить то что позволяет им все-таки путешествовать она может быть либо там где должен должен быть хор остропатов либо же в келье навигатор самая защищенная часть потому что в инженариуме не факт можно еще что сделать можно попробовать пройтись по коридорам посмотреть наличие каких-нибудь там рун защиты ключу не такого ну что нужно было для сдерживания ритуал ритуальных этих энергий да да пошарахаемся просто я это знание культуру ну да 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 это очень брайк альфа 1 черепок мы чтобы он постоянно ввел ввел запись но после что и пропустить мы при этом чтобы самому несмотря на всякую стройку был уже такой не надо поднимать оккультизм я планешетов на всякой посмотрели я пройду прошел пять успехов я люблю с максимума отнесалась не видит бродя по кораблю не так меня вы бродите неподалеку именно защищенных мест то есть келья навигатора к келья вот остропатов машинариум я пока я думаю не отреки мне просто не есть такое подозрение что машинариуме просто машинариум проходя мимо шпиля навигатора подъем ну спуском вниз идет ты замечаешь там где раньше висели икона амнисия вот этот шестеренка там сейчас находятся плиты украшенные замысловатой резьбой смотри это не богохульные символы то есть они глаз не режут это просто как-то оккультные символы которые ты опознаешь как якоря чтобы корабль не провалился в варп окончательно ну вот что его удерживает это возле навигатор нет у шпиля навигатора вы их и заметили и пройдясь по ним вы понимаете что эти якоря как раз отчерчивают кусок крейсера под размер корвета вот как они путешествуют получается то есть мы проведем ритуал который удерживает часть корабля в реальном пространстве а другая часть всегда в арке находится интересно интересно в другой момент как они видят фарты кто помогает у хотят твою страны тахарна там уж они просто на 8 куда-то туда иван царевич стрелу пускают упало туда полетел и да он интересный ритуал кстати говоря буду запомнить ну по крайней мере оккультный синдром логия культа ксимов сохранились надо будет показать нашему альбусу нет не альбусу то забыл бальтазар бальтазар да бальтазар алчный надо будет показать мало ли может он такую штуку может провернуть боевая баржа будет снизу сверху там этом летит thunder hawk на самом деле он типа просто пристыкован на самом деле это были ладно интересно уловка у них они не по так просты наши союзники что хорошо что они наш союзник пока вы бродили по крейсеру вы понимаете что уже время подходит к выходу из вора идем обратно в идем обратно да в трюм именно нормального корабля корвета карус можно даже варвус донести на всякий случай типа да он точно реально был кстати говоря вот подходя уже наверное к нашему трюму хочу прислушаться нет ли где-нибудь бры 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 не прибежал обратно нет жрать не захотела мы все время пока ходили сканировали прислушивались нет она как следы ушли в стену так больше никаких убежала сука на не полчится не пушк поставить обидно обидно да и пусть резвится бегает может она нашла себе новый дом нашла самца химера лемонраз демонический был хищник был ну что тогда подходим уже к трюму и но ожидаем выхода спустя какое-то время как вы пришли в трюм вы понимаете что реальность начинает восстанавливаться и вы снова оказываетесь ну смотри стена зарастает вы видите как зарастают стены небольшой дни на фоне не корабль выходит в реальное пространство у выработок прекрасно отлично ну что сообщаем командиру этому кулу и на выработке ну спустя какой там буквально полчаса времени вам говорят что мы пристыковались хому доку будем ждать ваш возвращение прекрасно прекрасно спасибо огромное давай пройдемся ну выходим-то сухому дуг что кто нас встречает да никто вы сейчас идете на посадочную палубу а в этом плане все окей тогда здесь нет шлюзы который все я я я понял на шаттл и на ближайшую платформу и пока в шаттл идем передаем сообщение ну даже воспользовавшись наверное системы карты была схеме ру потеряли не про то что ну на выработке что мол такие такие то прилетели встретить пожалуйста чтобы мы там не шарахались еще полчаса но вы здесь уже не первый раз вы знаете тем более других скажем так свое отделение дружище тем более наш как бы посмотреть ты должны пожалуй я думаю да прошлый раз хорошо расстались вы приземляетесь в нужном блоке и вам навстречу выходит младший магаз который ведет с вами приветствую вас господа приветствую мазать вела в этот раз деловое предложение у нас есть к вашему анкло у вас кстати есть талант связи ну да они считают вас ценными союзниками ну я сообщаю ему что мы собираем силы для крупного рейда и хотели бы чтобы был также присоединились я думаю это можно обсудить с вашим не плане военным архимагасом ну плане снабжения и тогда это сулит большой барыш как нам такого предложение интересная матуш каковая цель рейда каковая цель получить превосходство в вопечьем гифре да мы хотим еще превосходство есть у нас скажем так один project хотим мы захватить столицу что нам конечно же получится обязательно и захватив столицу вас скажем так будет потребность в дальнейшем в техническом обслуживании и ну и как вы понимаете этот контракт мы можем заключить с вами ксалу крупный мир на нем очень много на нем требуется очень много как техники так и боевых машин для дальнейшего продвижения наших идей уже вне вопящего и хришь было бы неплохо как говорится возвысить и нас и вас эта цель очень амбициозная но не менее рискованная ксал неприступная планета у нас тоже есть пара козыри в рукавах вместе с ну знаете если по нас не было никакого шанса и и штурмовать мы бы к вам и не пришли просить о помощи какого рода помощь требуется от нас нужно снабжение снабжение сил техника танки димана жена самое интересное и чем вы готовы платить а чтобы вы приняли в плане оплаты мы планируем мы же в опять же них идут бобартер технологии ксала технологии ксала ну я думаю мы сможем поделиться с вами этими технологиями кроме самих технологий я еще говорю что у нас будет долгосрочное с вами сотрудничество в рамках которого вы также будете уже на постоянной основе иметь какую какую-то прибыль ну и доступ к ксал так минимум до доступ к сал это столичный мир который логистический центр который имеет очень большие связи со всем остальным бобящим витрем и это также поможет и вашим продвижению тоже как логистическом плане так и скажем так в возвышении вашего мира кузнец давайте покидаемся коммерции кто-то один из вас подожди местит на что просто коммерс на этом нет или коммерс может быть от феллоу шипа может быть вот интеллектом смотрим у тебя это это скорее всего уж но у меня коммерс даже есть ему помочь как то можно если у тебя не вкачано нет но знаете я не даша давно уже заключая сделки а там плюс никаких не будет это встречная проверка здесь просто количество успехов против количество успехов и брата мы что в механику своего бы эти отвечаю все будет так это у нас три успеха тридцать шесть он тут от 35 выпало на самом деле но у меня три провала а ну я думаю сделка выгодно для нас обоих вы какое-то время переговоримся переговаривайтесь заключаете сверяете дебет с кредитом и в какой-то момент вы заключаете договор о том что выработки поставят вам энное количество техники разница в шесть у вас будет 500 танков это нужно записать поскольку я записываю ножки нужно тогда начнется именно черный крестовый поход там надо будет считать силу потому что они могут закончить как патрона то понятно 500 танков но это обычные хищники да ну это необычный хищники предателя хаоса на 1000 ринок нормальную какого паттерна ринка обычно типа с болтер с болтеришком обычный штурм болтер ну понятно и господи что там за артиллерии то есть есть у них эти ракетницы которые как-то жалоке нет 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 вихрь который на вихрь на веру винта хаоси суши на базе рынке на базе рынке а и артиллерии у них тут же это шейкер просто в васильки только если ну типа чем еще всякий в индикатор над больше штурмовой танк который гигантский бульдозерный отвал лучше тогда реально какой-нибудь отрицатель просто сам простой будет ну для рабов господи будет наш штук 50 отрицатель ну как хаосидский аналог артиллерии точно пишу до ствольная артиллерия 50 единиц артиллерии так это все да ну естественно боезапас там ну поставки боезапаса топлива и ремонт обслуживания я запишу гсм это просто зная выработки они титанов ремонтировать умеют они даже производить умеют о неплохо но титанов вам не дадут мне не дадут то ладно нам именно ремонт тоже обслуживанием титан а или нурглиты они сами и хренурглиты сами могут с вами приятно иметь тело знаете конечно хотелось бы когда-нибудь увидеть вашего архимагаса он предлагает пройтись посмотреть на арсенал вырубок которую давай пройдемся легкой техники слушай ну папа по факту то легкой техникам нам нужно типа мы же не только с на десантниками пойдем мы еще культисты и пойдем наш культист есть у нас осталось только ксурунита они как бы нас на двоих бегают на двоих бегают своих они на рынках будут как минимум наши ребята еще же есть да просто пока пройдемся если что подумаем насчет легкой техники и пока мы идем их мне очень интересно рассмотреть их вообще кузницы то есть какой-то опыт может быть перенять чего-то что я увижу пока вы идете пройдите пожалуйста мне силу воли до 2 успеха до прошел с одним участвами пока вы идете ваш младший магас который ведет небольшую экскурсию указывает образцы рассказывает о преимуществах в какой-то момент вы понимаете что его голос станции все тише тише и он замолкает магас хочу осмотреть его механо-дендритом и черепа с ним но внешне отзыва нет а вообще нет где мы типа изменилась пространство именно вокруг вас нет а где изменилась вот вы стоите выборе в коридоре с окнами видите внизу там сборочные цехи вы все так же это и видеть проверяю магаса нет проверяю логи своего сервачерепа может он засек куда он делся можно так сделать скажем не где был твой сервачер но надо мной постоянно летает плюс-минус где тут просто он тобой тогда он ничего не заметил хорошо я включаю успех проверить там вообще находимся до сих пор или нет кинь бдительность да тут три успеха твой успех когда начинает просто пробивать пространство он показывает что коридор в котором вы находитесь находится в нигде просто в ничто и вот это вот стекло сквозь которое вы смотрите за ним вообще ничего нет мы в нигде какая-то хрень опять вор пройти мне пожалуйста силу воли с минус 20 мне надо кинуть 11 пока он бросает даже проходит момента нет прошел бы но нет малышко ты понимаешь что тебе очень хочется пойти вперед вот тебя прям что-то тащит прям зовет и ты не можешь этому зову сопротивляться ну если не могу то иду вы же гворн под видишь просто как вор начинает идти и коридор поворачивающий направо вор не замечает он начинает погружаться в стену ни хрена себе для тебя же вор коридор поведет прямо продолжаете меня туда что-то зовет горн бы что не делать да я хочу пройти а кликнуть в ура вор стой мне ничего не слышно и он не реагирует ну хорошо иду за ним попытаюсь пройти также типа ну раз пятиметровая херня прошла но я точно пройду то есть он проходит сквозь стену грубая как будто ее нету да вот я просто иду за ним как бы типа пройду либо стена за заднего типа я хватаю но пытаясь остановить его то есть но я там держу его может я был такая каркатица ну иду за ним то значит пусть тащит меня но если ты за него хватает что он тебя протащит ну я хватаюсь изначально за него чтобы получить здесь порчи тут надо проверять потому что в этом через порчу уже было зовет меня что там типа голос или просто стойкое желание пойти там какой-то нет нет никакого звука голоса запаха ничего ты просто хочу туда и одна позже дело спорчи а у тебя по моему на листья на на первой страничке на самом верху зависит от пока рапшин total до 29 сейчас будет эти операторами ну чем на 40 я думал опять мурлыка не в 12 нашего дизельного я тоже на самом деле вот прям ждал так у тебя собака так у меня протащил дальше что уж то я вижу как только вы проходите вот через физическую стену вы оказываетесь на поверхности планеты здесь вы видите ходит полупрозрачные какие-то силуэты здесь дует ветер горячий такой ну как косметик может это почувствовать ты нет доносится какие-то шпатки таки наш как эхом мы опять в полу варпе в текстуру провалить это во первых знаешь как-то слишком странно много совпадений с то у нас пол корабля в арбит у нас пол планеты в варпе и тут ты говорим слышишь голос я тебя не звал и пройди силу воли прошел чем не звать сам прихожу ты понимаешь что какая-то сила хочет тебя вытолкнуть отсюда я упираюсь ногами говорю но это чисто воли я пойму тебя из варп хотят в реальность не звали так не звали но я пришел так что будьте добры представиться с кем умею честь мое имя вам ничего не скажет может быть а вот ты довольно интересный смертный это он кому обращается к тебе потому что вор все идет вперед он как бы вижу цель не вижу препятствий зачем ты позвал его он ты когда потрогал химерку ты провалил то что он твой это конечно и очень интересно давай не на чистоту как бы зачем тебе мне нужно воплощение воплощение ты хочешь не усилиться да не на мне в этом поможешь если хочешь остаться я вот по голосу потому что происходит понимаешь что не если что жопа но поскольку ты варп кузнец ты понимаю что сейчас говоришь с демоном который на своей территории скажем так протащил вас из реальности в варп и скорее сегодня не вспотел даже но тут ты этого не может сказать ты не можешь сказать насколько силен это не запахался по крайней мере а тебе нужно именно это воплощение может быть тебе построить другое кинь чарм чарм когда я просто чем кину нет просто и даже искать не будут ну кстати фэллоу шепчем не забей там все провалы эти этого мира ты человек не сможешь сделать достаточно вместилище для моей сути понятно какую цель ты преследуешь помимо того что хочешь поселиться скажем так воплощение что-то будет движет тоже что и все власть власть естественно естественно знаешь ну как бы тебе так сказать если ты нам поможешь нашем небольшом прожекте то я может быть тебе и помогу тоже так сказать если нет ну что ж мне тогда будет невыгодно вселять в моего союзника демона который не будет так нам помогать а будет вставлять палки в колеса боюсь ты не в том положении человек чтобы ставить мне условия я живу не вижу голос общаться всюду разносится я не требую я спрошу будешь ли ты так любезен помочь нам в нашем прожекте мне кажется он будет выгоден и тебе ты также можешь получить власть мы хотим захватить как ты я думаю знаешь уже что мы собираем крестовый поход но интересен ли он тебе по захвату столицы сейчас я пройду кое-что типа насколько успехов он мне сам врет нет не то я кидал вас насколько это вообще соотносится с его мировоззрением ну типа его желание и твое предложение и какой же ты помощи хочешь от меня букашка но как минимум я хочу того чтобы ты не вставлял нам палки в колеса это было конечно было прекрасно во вторых но ты же демон как минимум это и так было понятно отсюда помощи в штурме каким образом ты нам будешь помогать на я думаю это уже на твой твое усмотрение техник ты техника в которой он стелиться я знаю на момент штурм потом он не захочет приходить в бульдозе будет в тебе воевать скажем так мой друг товарищ можно сказать не сильно боевая единица я думаю ты сможешь его усилить собой и помочь нам штурме планеты и что мне с этого будет я подозреваю что как минимум у нас получится ее захватить а это велит нам какой-то барыш точно большое думаю потому что все таки столица я что ты хочешь я знаю кто ведет ваш крестовый поход так мы тоже знаем я хочу его голову голову это дали на голода дима принт после того как ваш крестовый поход завершится успехом вы должны будете убить как-то на рискал карнак зул его зовут ничего такое нет не был но он так нужно его голова такой чтобы мы ее принесли да и я сразу же оставлю в покое твоего друга а да да про покое то мне как бы не ну ладно скажем так давай опустим про покоя друг друга да мне как бы насрать если мы захватим планету имея все ресурсы тех на колдовские столичного мира и можно покруче сделать знаешь смотри голова то это тоже интересно но пока мы ему служим пока что моему служим понятно что предательство в варпе это прикольно весело и так далее смотри а помимо головы может быть с счетом того что там техна колдовство и так далее процветает не хотел бы либо ты остаться скажем так в реальности на подольше может быть мы смогли бы создать для тебя большее вместилище чем этот твое предложение звучит разумно и заманчиво но не для меня а при этот мне нужна лишь его голова хорошо голова то голова ну ты знаешь можешь сейчас кинуть проверку ташки эти монологи да давай вот кинь ее четыре успеха пока я обдумываю его когда ты слышишь этот голос пытаешься понять вообще кому можно что-то ждать твои импланты внутри радуются такими импланты импланты механикус твой механодендриты возбужденно дрожат сами по себе духе машины в доспехе ну они уже оскверненные все естественно но они знаешь так испуганно притихли потому что неплохой ем так и у тебя так в голове смена какой из демонов у нас технологиями заведует это че он смысле я забыл его именно это че он ваш тор это ваш тор но ты не знаешь кто ты ты его не видишь но ты понимаешь что как бы создать для него тело но если это тот о ком ты подумал он сам себе может сделать любое туда похерми на данью ну знаете я согласен тушь вы сразу не сказали ну ладно я у куки я подозреваю что этого штор естественно просто подозреваю но не факт ну сделка я думаю будет удачной для нас для всех знаете ли поскольку прислуживает тоже демон принцу ну такое себе удовольствие так-то договорился с другими личностями а это наш договор не входило изначально поэтому да мне нравится ваше предложение так что приступим к пенетрации в моего товарища смотри вор ты если не хочешь внедрение в себя тебе сейчас нужно пройти силу воли с минус 20 опять в один сложится в ручном если хочешь смотри тут какая фишка если ты будешь сопротивляться и провалишь демон грубая тянет на сухую вот но если хочешь как бы если ты как это проще отдаться чем сказать что не хочешь демон как это меньше повреждений тебе нанесешь я же знаю демонологию так вот то есть я я понимаю как это работает я говорю вур я понимаю просто как бы у тебя был эфир вы расслабься вопрос а я чувствую тоже элемент того что это как бы демон принц больше по технологии ты это вообще прямо он почему тебя сразу всего целиком взял что как бы но ты машины ты по сути его как бы детенок ты как бы порождение его домена в таком плане это читай бакерем на чем вот наши если ты как бы добровольно отдашься ты когда будешь потом накидывает статы демона ты к ним 10 добавишь принципе тут чуть-чуть сопротивляться все свои нового ты же так силу идешь на его зов и как бы никак не понимаешь нет ты как это ты не можешь управлять своим телом но ты как бы сознание он то есть он меня слышит я слышал этот разговор да 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 ты их прекрасно слышь только ты не можешь ничего ответить вур это удачная сделка к тому же я думаю тебе просто это расслабиться прими дар от покровителя технологий истинный амнисианец для меня это вообще чуть ли не амнисии то есть ты отдашься ах ты шестереночная шлюха считай бог машина я машина ну ждал это честь между прочим да да честь но пока вы говорили вур все ушел вперед и какой момент ты останавливаешься начинается дуть ветер раздувает песок или вы видите что здесь лежат каменные плиты гравированные в которые залит металл который изображает круг магический и ты стоишь прямо по центру этого круга металл начинает немножко светиться я подхожу тоже кругу ну что помогать тебе надо выйти из круга я подхожу просто кругу то есть я не захожу него давай вот сопротивляешься или нет металл начинает светиться начинает разогреваться вот он уже прям плещутся и он начинает стягиваться к тебе ты же горн слышишь голос следи за температурой и тут из-под песка вылетает такой гитатор это мое тебе нужно пройти тех юз плюс 10 где он господи плюс 10 за то что вор не сопротивляет на механодендрит но нет наверное дает а я плюс 10 за это плюс 10 за тех юз и плюс 10 за механодендрит то есть плюс 30 по интеллект 3 успех ты понимаешь что это просто типа пульт управления доминой печью и не по сути ну типа просто если падает по повысить если высоко они да 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 просто ты вот сидишь не чтобы она температура была металл поднимаю нормально телу ты же в эксоскелете и металл через каналы вот эти через все шунты он проникает внутрь тебя и связывает тебя воедино с экзоскелетом отлично от него улиц как ушло раз а также ты теперь становишься одержимым добро божать клуб ты получаешь навигацию в отлично славика нам больше не нужны так это туда записать это . в умениях где ну где ну где ну это вот тут навигацию варп интеллект также ты получаешь трейд машину плюс 1 это у меня уже машина 3 да это плюс еще одна броня неплохо это поверх экзоскелета или это только это все в тебе уже а также ты получаешь ремесло у тебя есть оружейник оружейники корабел корабела нет наверное тогда пишу корабел которая трейды да и также ты получаешь талант мастер-машиновед что дает можно ремонтировать все что угодно не имея даже инструментов никаких но по сути вот у тебя есть плазменный пистолет который сломался в дикой пустыне феодальной мире мастер-машиновед может его песок посыпал работает по повара и также ну типа при крафте чего угодно плюс 30 получает это талант третьего круга и ты получаешь 30 порчи 30 порчи а я буду что это лучше вижу нормально нет ты ты уже свою десятку получил при входе сюда вот так нифига не не год ну дева у вас у меня 86 порчи у это хорошо ты ты же человек да да ну как поскольку во что ровно делимец поэтому кидая 2 до 100 1 44 2 85 так 44 85 знаете мелодельника демон у вас тут очень приятный чай 44 это у нас иллюзия нормальности 85 странная походка иностранная походка это нет иллюзия нормальности ставишься битва иностранная походка потому что там такое талантская а можно приятного я мальчика на 3 до 15 302 с 16 16 16 1616 вот так что у меня я уже таки играли в принципе не выпекли совершенно походке но как-то там вот это вот ещё но если бы чем-то вот так я не знаю что он как раз так же и на то есть и раз�요 и как бы я ничего не не знаю что он тогда понимать просто большой дожди ты человек у тебя 1050 нет дожди 10 30 50 70 90 5 мутаций хотя сколько было у меня изначально было 56 плюс 386 и по одну перескопил одну только одну мутацию одну мутацию получил так и теперь твои демонические атрибуты давай назовем это у нас какой книге по моему в тонн и разложения ты у нас считаешься у тебя особенность демоническая машина дима не конжаем нифига себе иди файлер ты лучше но тут я был трейд машину он теперь стал демоническая машина что дает демоническая машина обладает особенности потусторонние и порождение кошмаров а также иммунитет к страху и ощущение поглушению безумию ядом болезням и подавлению записать как стать темнической машиной можно иметь трейд машина как минимум а я не для него я не для горна я все еще надеюсь я все еще надеюсь безумие отравление так иммунитет к страху оглушению безумию яду болезням и по давлению у тебя размер 8 до 50 нет же туда остался то также 8 утяж где сила в маленьком квадрате есть циферка нет нет запиши шестерку кешь как вы смотрим почти на даже сильнее в этом четверка у меня 7 а она у тебя 4 за спейс марина и 3 за терминалов не так нас 4 да и теперь давай атрибуты поскольку ты у нас не не делимец можно постирать смотри киндо 100 плюс твоя порчу 25 плюс 86 101 да нет да да 111 почему а ты получаешь ужасный гарпун ужасный гарпун вокруг машины снует созданный из плоти и металла гарпун вечно ищущий новую добычу демоническая машина получает оружие с профилем указанным в таблице 2 10 когда машина поражает цель гарпуном то застревает в жертве остается там до тех пор пока машина не выдернет его потратив полное действие пока гарпун остается в жертве машина может предпринять встречную проверку силы против жертвы потратив пол действия в случае успеха машина подтягивает цель к себе на 2 до 10 метров и еще на 5 метров за каждую степень успеха в проверке силы класс тяжелая но для тебя это тебе по оборванутый машина огромная хреновина дальность 20 метров скорострельность только одиночный урон 1 до 10 плюс 9 ударный бронебойность 4 неплохо качество разрывающие над кидаешь 2 до 10 выбираешь больше точно фут это за каждые два успеха после первого еще один до 10 добавляешь к уроду да и эмми 3 скобочках электромагнитный импульс 3 ой ой да доспехи космодесантников только в путь выключаются так то да да там и космодесантник может выключиться если хорошо кинуть ну с таким то профилем да и очень подтянуты топором юм амниси этом не топором не сижу не только это херь двуручная здоровье ну я образно говорю пока что все потом когда демон начнет немножко проявляться там будет другой профиль я вместилище своего бога стал так честь великой я я как дева мария перестаньте так крашить в странные цвета контексту другой ну как только ты понимаешь что ты принял в себя очень могучую сущность у тебя нас такими отголосками стала появляться некие воспоминания это действительно обитатель той химеров которую ты подобрал только в эту химеру демона вселили не ритуалом адептус механикус нашли статуя которая общалась на инунции помню такую и пока они раз раскапывали вокруг нее все она немножко заразила демоническому во все вокруг вообще сама по себе статуя через инунцию но ты язык управления знаю я знаю про это статуя по кораблю гулял создавала собственные измерения там интересная статей перед крепостью стоит до пример изображение каждый раз появляется каждый раз нового кстати когда вы улетали там был этот феррус маус я забыл сказать это бы типа задало типа эта статуя перед вашей крепость она задает нам темп повествования дает темп когда да не потерял голову она тоже изображен она изображала керзу по моему или феррус это как это поедина была ферруса потому что он же потерял мой курс тоже на переносном смысле потерял города не а потом до его ассасинка же это он как прогноз погоды вот что-то говорит как только демон в тебя вселился реальность на что когда бульк и вас выкину в материальный мир и ваш провожатый как будто ничего не заметил появляется перед вами это же идет рассказывает вам о происходящем да она очень интересна хорошего скучни здесь хорошие интересно и по защищенному каналу там тот то есть демон энджин но танки вот эти все или это с экипажем эти обычные демон уже тоже есть но вам их не предоставили мало успехов кинули мне демон энджина это очень крутые штуки они прям типа единичные типа чтобы сделать демон энджин нужно знать имя демона подготовить для него машину привести там сложный ритуал вселения причинение это типа не очень быстро делается не очень безопасно я спрашиваю вас есть боевые сервитор конечно тут прям вагон может договоримся и на я их на разве продают нам нам нужна пушечная пехота кроме хорната который будет просто бежать вперед кстати твоя темная слава сейчас плюс 15 потому что это уже не твоя сколько 66 но ты на 56 ладно пока еще не так сильно ты можешь кинуть сейчас проверку темной славы с плюс 20 давлю авторитет на младшего клерки 16 и это плюс 2 это 66 ну и плюс один который стандартно 7 успех вам предоставит еще сто тысяч сервитаров боевых сервитаров отлично который с тяжелым болтом я понял вот это фон карте трактора как рейси не 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 это лишь это обычные пешие сервитара стяжел а все я понял сто тысяч вам это еще несколько сотен бы докинуть тракторов тяжелых но нет тут уже как вам по сути как это спасибо предоставляют огромное количество и так 600 тысяч просто болванчиков которые достаточно неплохо живут говорит пушечная пехота который нам нужно и при этом она еще хабых отстреливается и так эти на ринг можно довести выбросить мяч их можно просто с воздуха просто рассыпать вот так по полю будет бегите то ноги не сломал сломал поползете к нему понимаете что как бы в рамках планеты это все равно очень небольшая они у нас армия то небольшая у нас по сути мы будем в хилтим играть по факту да нет тут есть как отдельная механика вот именно боестолкновений крупных мне нужно будет в планете освежить потому что еще ни разу не доходили в играх до крестового похода просто это как получается если выработки нам помогают они автоматически становятся врагами как-то планета ксал ксал ну нет вы могли купить у них мы скажем что наши друзья на серветорах еще это выработавские эти флаги повезли выработка лучшим друзьям до выработки для захвата ксала обязательно пишет то есть это как бы в бывших же интересах нас выработали на ксал до последнего пытаться все больше нам выдавить то блин смотри наши побратимы пятерку титанов вытащили и сколько там тысяч этих хранит 250 250 тысяч хранатов а мы что придем скажем вот вам 5000 танков и 100 тысяч серветоров 500 танков продал 5000 маловато если честно на знаешь техника она как-то поживее чем карнат и с другой стороны у нас 5 рыцарей есть вархаунды и титаны титану да причем нурглитики они довольно живучие туда недавно ржавые но довольно целые нам как минимум для охраны титанов нужно еще каких-нибудь а-ля скитарьев у них скитарьев нету не а у титанов у них есть свой свой контингент а ну понял они сами себе короче все да я они как это сами наемная команда там пять штанов весь парк у них свой так этот есть этот есть над есть ну что правда легкой пехоты о легкой пехоты легкой техники скиммеров каких-нибудь еще до авиации ну рейдовые рейдеры спидеры да всякие скиммеры тип и какая-нибудь авиация не помешал до хотим те же хотя нет это тоже демон-энжин у них какого-то демон-энжин нам какие-нибудь алянида валькирии там я не знаю чуть такое штурмовое там даже не валькирия вендетта кажется называется который именно штурмовик без молния нет без паса это даже химера по это же валькирия только без посаду без этих я там нет десантников не короче это чисто такой штурмовик валькирия вендетта в общем магаз мы очень щедры но вы хотели попросить у вас еще кое-что было бы нам очень приятно получить еще какую-то авиацию знаете ли пехота и техника это конечно очень хорошо но господство воздухе это господство воздухе и нам бы хотелось его получить чтобы не было никаких проблем при штурме и захвате столь знаете богатой планеты как вы понимаете если у вас какая-то это вариант помочь нам разжиться авиации с кемерами ими ты может но это уже мне слава кинь давай окину темную славу а четыре успеха ну смотри вам дадут две тысячи скеймеров с экипажами надеюсь но с пилотом скеймер это же типа лэнд спидер ну да 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 я и говорю там ну хотя бы один за болтером один в этом и десанты немножко ну это уже от нас десанты от авоку десант и какой-нибудь этот скалодский ну спидер скалодский он же за десантом да это скалодский спидер только у нас люди обычные и 50 самолетов ну типа вот молнии хорошо молния да ну и несколько десантных кораблей типа аргуса просто ну там 20 аргусов с навариной броней благодарю за щедрость самолеты выдадут в аренду то есть остальное вы купили грубо грубо говорю а самолеты вернем но самолеты вернуться потом на выработке обратно но это в принципе не страшно раз у вас нет авианосцев он их негде хранить ну да после наши после нашу налет нам хорошим самолеты не нужно хорошо магас хотели бы тогда переговорить с вами о доставке мы доставим это все входит прекрасно прекрасно то пришлось бы нам еще нанимать транспортную компанию знаете там сдэк вот это все он здесь плохо работа а деловые линии вопящее вихре вообще не хотелось работать здесь варконект ну и по иные ну и почта вопящего вихре как бы она слишком много теряет она может отправить посылку в прошлое до в прошлом извещение пришло пришло мы не получили не получили все тебя отправилась обратно 500 танков 1000 ринок 50 артиллерии гсм ковся 100000 сервитеров с хпшками 200 скимеров 50 молнии и 20 аргус и для финального нам надо будет сделать большой рейд так на миллион рабов чтобы потом ласка на раздать да и можно просто палки раздать это пущено полки задигнать ким вот этими как хранатами сервит орами и сервит орами в принципе что ну что мне кажется сделка у вас получилось господин магас было приятно с иметь дело кузнецы у вас просто мое заведение когда не посещу посещу вас еще раз там планета выглядит так ну а что поделать ну зато этот кусок процветает процвета спасибо вам мы на отправим списал все необходимые протоколы бумаги сговора вы возвращаетесь обратно на ксурунский корабль в обувь вас также встречаю спокойно и корни ты знаешь как у меня вопрос и домов на чем-то есть спокойно о чем не знаю может потому что их бог корни интересно на людей но корни он не только за резьми отвечают на это понять честную битву да то что отредка не лига это исправили уже давайте потом все боги теперь не не два него я двоякости ними два аспекта дуалит короче собрать но мы играем в старую версию поэтому да за честь и отвагу дуализм богов это было самое прикольное в богах в общем это поднимаемся на корабле теперь-то с новым другом в голове вижу это что там с кораблем ты он живар посмотрящий ну да да открыл один глаз серво глаз ну тут и видишь как это опять же корвет превращается в крейсер как бы ты уже понимаешь как это происходит ну ты еще в прошлый раз это понял но шпиль навигатор для тебя все еще закрыт ты не знаешь что то знаешь когда вся заварушка кончится можно будет как-нибудь навериться от корабля с другим рейдом какой-нибудь артефакта себе прихватить вот когда-нибудь когда-нибудь мы я пытаюсь это говорить максимально тихо там по защищенному воксу ну это очень интересная технология хотелось бы и овладать ну либо мы с ними супер сдружимся они покажут нам и когда делать попробуем выменить корабли надо было бы неплохо в миллиарде плохо миллиард черепов ну и так что рвать будет это одна планета пока вы летите обратно долетаете до своей крепости там фирус манус я его что расспрашиваю ну у сосед своего химер куда дел мне пушка поставить хотел так барби испарилась ты понимаешь где находится химера вашей крепости она никуда не девалась он сам из нее вышел просто просто в виде химерку на себя но чтобы заманивать тебя привлечь внимание семеро бывший демоник энджайон теперь это просто инжайна просто я сейчас теперь своим этим там час не химера будет там же уже на весах беймблэйт из нее маленький право не навешиваем двигательного посту знаешь переговоры мне кажется прошли успешно мой железный демонический друг более чем да неплохо мы собрались так сказать ну что ж как только прибудут в техника надо бы ее обследовать посмотреть и всю так сказать акт приема передачи подписанная задача у нас было это все-таки наладить снабжение но сомжение там и на веру еще техники набрали еще и сервиторов и у нас там я всего всего штурмовой это даже уже это в плюс конечно дойдет плюс давай-ка пройдем наши кузни да наша экипировка проверим так то вот это уже стал я смотрю хорошим таким бойцом по характеристикам то не особо ну целью мы потом поправим потом закидаем этот там блин наш открыто страничку нужно вооружить наших бойцов кстати да каким-нибудь образом заявку типа на следующую игру можно сделать что наделать на именно на нашу личную гвардию который у нас сейчас наши все абордажники на них там какие-то карапаз хоть что-то лазгами возможно болт рекомендуют раздать ну да может быть можно мы как бы у нас будет пушечное мясо будет те кто будут гнать пушечное мясо будут хорнаты которые там это будет личная гвардия который там затыкать особо эти опасные места такая маневровая группа носки мира как раз и будет носить носки мира да на аргусах почему нет в зоди титан посверхглорианом вы можете это сделать я даже не буду просить у вас никакого броска надо еще выделить из личной гвардии отдельный супер сверх гвардию им еще и легкие эти силы у вас будет вы из абордажников наберете условно там 5000 человек из этих 5000 у нас будет там которые ребята с легким ну можно легкий доспех на них наделать и легкие это силой доспехи каждому будет хоть отряд сестер битвы сделать смотри тогда тебя нужно будет пройти нам но кому-то из вас ну ему я просто помогаю ремесло оружейник есть такой с плюс 10 нужно легкая силовая броня это даст тебе минус 10 из-за того что это редкая штука это еще минус 20 из-за того что ты хочешь больше 1000 наделать этой будет еще минус 20 но из-за того что ты делаешь это в мануфакторами которые тебе дают плюс 30 и помощь отговор на плюс 10 считай минус 20 минус 20 минус 10 это 50 до 30 до 40 от тебя с минус здесь минус 10 10 из плюс 10 за прокачку по своему родному по своему родному а вот эта херня ему там типа машинизатор этом у нас тут есть мастер на мастер-машиновед он тебя плюс 30 даст на 30 цирк 63 это три успеха плюс 5 плюс 2 у меня здесь это пять успехов хорошо да ну и 6 успехов потому что ну еще один сверху который был у тебя получается у нас наладить производство так что козьё мануфактурам просто клепает легкую силовую броню хороший мануфактурам у нас я смотрю который ты построил уже на станке я же построил уже может там почему и танк это не сделали это долго у нас вы можете делать танки новости по там один танк в месяц у нас поход завтра уже но не вместе там даже в год такой вопрос метагей мы если он прямые схеме рканье командную машину сделанном плюски не будь давать в команду по командованию во время штурма да у нее будет ну типа как этот у него бокс этот транслятор в окс вещатель будет да и химера получит талант железная дисциплина и аура власти и наверное еще на крыльях гнева ну это типа три таланта команда вот короче давай сейчас мы из нее командную машину сделаем автопуску не повесить мы броню сверху обварим и вообще не оставим ее здесь нефть и рисковать на поле боя не почему ее высадить и пусть она где-то в тылу стоит и орет но знаешь я с тобой соглашусь пехотой нужно командовать а что лучше всего командует пехоты правильно командные химеры давай тогда ну раз ты уже прошел это не это только на силовую броню было типа я их нет я по смысле раз он прошел когда я пройду и пока он занимался настройкой мануфактуру который тому подсказывал я пока занимаюсь химеры то есть что мы хотим получается вовсе трансляторы обвешать до броней там пусть будет динамическая броня да и типа автопушку повешать просто на сервиторе слушай но это на самом деле все довольно просто это будет твой тех юз не оружейник будет даже не оружейник даже не рвать не потому что ты по сути делаешь машину из машин техпользований тогда у меня даже с плюс 20 получается и мануфактуром тебя даст плюс 30 сейчас у тебя перечислил даст и минус 20 плюс 50 минус 30 ну типа 9 успехов там бэйн блэйк там знаешь у каждой динамической брони своя маленькая динамическая броня от пули на этой маленькой динамической динамической брони сидит на на робот со шпагой из авто пушки вылетают эти вот пули из кролика роджера так в итоге у нас силовых доспехов ну как на 1000 набралось но они будут долго делаться но скажем так ты будешь занят производством нет у тебя хватит не ты пять тысяч а на всех туда даже просто там 1000 и больше у них одно определено там нет сложности выше тысячи а там для всех идет минус сколько там 40 минус 30 минус 30 искал такая болтеров на них наделось ну тут и уже занят силовой броней но раз я сделаю ту штуку ворн может сделать потому что он типа поковыряться с одной химерой он сколько ты был не потратил ну типа того так причем большая часть дня я просто пил чай серого рукой просто поднял башню даже опустил на химер ну встала просто болтеры паттерна человек до лог космодесантский гудвин человеческий лог гудвин ладно так чё там с минусами помогать можно одной частью мозга не новая навряд но тебе также нужно 5000 болтеров болтер это тоже с минус 10 минус 20 за редкость больше 1000 минус 30 минус 50 минус 30 за мануфактуром то есть минус 20 и это уже будет трейд оружейник но у меня михан дэвид все равно есть поэтому минус 10 это будет один успех получается сделать я молодец вы вдвоем стоите просто как один доспехи клепает второй болт а че рукой делал механ дендрит работает коллеги прекрасный вечер а запах какой коленый металл вот а там сварка классно обожаешь на это в небе пролетает такая надпись мы с тамаре ходим парни пидорасы мы с тамаре так а че там статуи показывать также вы в мануфактурами вы сейчас но когда вы подходили статуя изображала сангвиния так чему это вообще живого сангвиния либо кто-то ебнется так что потом будет аук это всем либо мы все сдохнем и на этом игра заканчивается надо записать что нас 5000 2 технаря по сути поиграли в майнкрафт мы играем в закупки немножко логистику майнкраундах закупки на следующая игра будет игра в майнкам о майкам так давай я скажи нам тогда пожалуйста по опыту по инфими по опыту 300 мы просто теперь раз я играю за это персонажа до конца ты можешь у вас опыт общий сколько вот сейчас 300 опыта получала получила вся варбамбы это за прошлое две игры то что да то есть ты у тебя там две игры то по 300 300 и сейчас еще 300 плюс 900 хорошо скажите сколько всего ухю там уже 4 просто у меня то advancement нет никакого поэтому 454 50 ты космодез у тебя на 500 опыта меньше 450 хорошо то есть я могу потратить макс на ждут долгие вечера с последней ролевки я тоже не распределял мне сейчас 1200 две предыдущие это и еще одна окей инфими как инфами типа тут мы ничего не сделали особо так так поговорили ну просто поговорили давайте по 2 инфами нормально а за эти за кучу просто доспехов и болтеров возле крепость ну вот как раз по единичку за за поговорить и по единичку за доспехи держи по единичку за потому что мы как-то не супер бойцы сидим и такие сегодня логистический выпуск 58 как правильно оснастить черный крестовый поход тут была возможность это подра воевать до новые как ты ловко избегали всех острых углов где на арнатском корабле на хранатском корабле можно было запросто подраться с демоном можно было подраться почти мне зачем ну типа я я так подозреваю что персонаж дании в данный момент он типа не персонаж уже дании типа это боже типа демон принц это персонаж да не ну ну то есть это уже как бы измененный все равно я договорился не с ним ну да я договорил дартах чертен млад которому договаривался умер да у дани новый пирс нет это я понимаю я про то что типа игры механически я точнее как вот именно в игре мой персонаж не договаривался с демон принцем изначально я договорился с другим типом а кто этот мной командует как бы это еще вопрос если бы мы поговорили бы может быть договорились бы дальше а так типа его голову принесли ну принесем сейчас 4050 опыта распределю и пойду резать голову да вот ну и плюс типа это ну пока будем говорить что это ваш торм пока то мы не знаем что это ваш торм но это не сам ваш торм ну естественно да что это что-то кваштору прилегающие так сказать а это ну и мне хорошо потому что я варп смит мне технологии важны для меня тоже в том числе а демонических ног еще если полез какой-нибудь до корнявый демон я подбиваться стал тут даже я может даже и подрался бы чуть не россии шестеренку сильно сутулы лезет на шестеренку но на нашу мудрец я так нормально пацан свой доспехи помог сделать не только до плюс 30 дают них и носили хотя я и без этого здесь ну я просто интеллект не знаю сколько успеха опять был ну ладно у меня один или два мне надо было кинуть выше 90 мне вот нравится играть за всяких этих еретехов которые там полностью ушли в этот в крафт сделаем терминаторский доспех так минус столько-то минус столько-то минус столько-то но мне надо уложиться в по боже мой я его сделал о боже мой 12 успехов и даже присыпкой это прекрасно прекрасно поиграли ну пишите комментарии ставьте лайки ждите следующего выпуска который также у вас будьте неделю подозреваю там уже будут наверно другие ребята дальше до оснащать наш курсейт боковые квесты потихоньку заканчиваются начнется русской вскоре не все объединимся в одну большую тусу и у нас будет большой тусовый на планете новый поход да все захватить из вопящего вихрячего вываливаемся то надо будет еще это дека сигнал прихватить чтобы корабли набрать ну а сейчас кораблей довольно много как салониты прибыли на своих кораблях на них там типа кораблей штук эдак сто двести а это не нужен надо косико это под варковые корабли надо все это только несколько но мы не знаем но если они все так путешествуют формула все вставляешь тело вот если у них корвет это крейсер это чё линкор это корвет просто надо двигателя соломинка у кого балласт тот побольше варп погрузился такой нет было сплыл тип-то у тебя вот на этом все на этом все пишите комментарии ставьте лайки с вами были никита в роли гор на креции азамат роли омега-20r да и водил нас естественно наш макс спасибо тебе на за дело вроде то в роли таксиста максим всем пока пока